Областная статистика несколько отличается от оперативных данных, которые ежедневно имеют лечебные учреждения. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 175 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Если говорить в целом о распространенности коронавирусной инфекции на территории, то за прошедшую неделю предыдущую этот показатель был 65,39 на 100 тысяч населения. По области это 104 на 100 тысяч населения, по Российской Федерации 234. Проводится постоянный мониторинг заболевших респираторно-вирусными инфекциями и пневмониями, так как одно из основных проявлений коронавирусной инфекции является как раз вне больничной пневмонии. Так вот, по еженедельному мониторингу у нас идет небольшое увеличение заболеваемости ОРВИ на 0,7% и увеличение на 19% за неделю больных с внебольничными пневмониями. За сутки регистрируется от 9 до 12 случаев внебольничных пневмоний. Как вы знаете, администрации организован мобильный пункт контроля на железнодорожном вокзале, где проводится термометрия всем приезжающим поездам Москва-Балакова, а также всем приезжающим автобусам из Москва-Балакова. Половина из имеющих плюс ковид, 58%, 102 человека, это контактный по очагу, и это чаще всего семейный очаг. То есть был завоз или из неблагоприятных регионов страны, у нас таких 22 человека, 12%, и в последующем идет распространение данной инфекции в семейном очаге. Но, к сожалению, последнюю неделю проявляется тенденция увеличения количества заболевших, у кого зарегистрирована положительная коронавирусная инфекция, с неустановленным эпид-анамнезом. 51 человек, 29% это те лица, которых мы не знаем, где они заразились, у них нет четкой связи ни с неблагополучной территорией, ни с контактными. И что хочется обратить внимание, что вот среди этих лиц, это мы сейчас стали в последнее время, появилась возможность с открытием лаборатории БРП обследовать лиц 65 лет и старше с признаками ОРЗ. Так вот, именно в этой категории неустановленный эпид-анамнез, у нас появляются лица из группы риска 65 лет и более. То есть, когда мы начинаем собирать эпид-анамнез, люди не соблюдают режим самоизоляции, они посещают общественные места, магазины, лавочки возле домов и это. Хотя, хочу обратить ваше внимание, что очаговости какой-то по подъезду, по дому многоквартирному у нас не наблюдается. То есть, если есть очаги, то они у нас в основном квартирные, семейные. И здесь, я так думаю, вот то, что проводят сейчас управляющие компании обработки подъездов, это все играет свою положительную роль. Но мы имеем низкий уровень самоизоляции граждан, и это отражается на процессе роста заболевших коронавирусной инфекцией. Особенно хочу сказать, что за последние две недели у нас прибавляется каждую неделю по... Вот если за неделю с 11 до 17 мая было 39 на предыдущие 16 недель плюс, с 18 по 24 мая плюс 46, уже сегодня за 4 дня плюс 39. То есть, мы, конечно, ни на какой платы еще не вышли. Мы, безусловно, выходим еще на пик заболевания. И здесь, я думаю, что и средства массовой информации, и все должны проявить какую-то гражданскую активность и не только о себе позаботиться, но и о своих близких. Что касается функционирования лечебных учреждений. Все поликлиники работают в режиме оказания экстренной и неотложной помощи. В каждой поликлинике и на скорой помощи созданы инфекционные бригады, и все вызовы с ОРВИ, с пневмонии рассматриваются как ковидные. Помимо наблюдения за очагами, идет мониторинг и больных с ОРВИ, и при ухудшении состояния больные обследуются на коронавирус, госпитализируются в стационарах. Что касается средств индивидуальной защиты. В поликлиниках это костюмы третьего типа, обеспечены в достаточном количестве. Что касается госпиталя. Госпиталь развернут на базе городской клинической больницы. Развернут он в двух корпусах. Один корпус специализированный, это бывшее отделение ОНМК. Практически все отделения мы оттуда выстелили, и весь двухэтажный корпус отдан под больных коронавирусной инфекцией. Как провизорный госпиталь и инфекционный госпиталь работает инфекционное взрослое отделение городской больницы. Всего развернуто 110 коек. Из 110 коек, 77 коек оснащены кислородом, кислородной подводкой. То есть, так как у нас на сегодняшний день 17 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 из них на кислороде. Есть аппаратура для проведения искусственной вентиляции легких. Как вы помните, я рассказывала, что у нас там 5 аппаратов. Нам и Минздрав деньги выделил, и спасибо большое нашим предприятиям. На сегодняшний день у нас имеется в наличии 10 аппаратов, которыми мы можем пользоваться. Средства индивидуальной защиты госпиталь обеспечен полностью. Полностью обеспечен и санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям Роспотребнадзора, то есть и шлюзы, и все необходимые режимные моменты в плане одевания. Персонал госпиталь укомплектован полностью в соответствии с нормативом. То есть, у нас там имеется все, что необходимо. Компьютерный томограф, лаборатория, рентген-кабинет, кабинет УЗИ. Мы используем даже операционную, которая из лороотделения, для того, чтобы, если в случае необходимости проведения операции, у нас такая ситуация уже была, мы проводим для ковидных больных и операции в данном госпитале. Большое спасибо всем нашим крупным предприятиям и мелким, тем, которые нам очень помогли. Огромное спасибо ФосАгро, которую купила нам лабораторию ПЦР, полностью оснастила ее. Это позволяет сейчас БРП проводить до 90-95 анализов в сутки. Это в основном обследуется контингент здоровых контактных, медработников, соцработников. ФосАгро стоило больше 10 миллионов рублей только оборудование и на 20 миллионов рублей СИЗ. Большое спасибо Саратской ГЭС, которые тоже нам купили и аппараты, и кровати, и СИЗы на сумму более 4 миллионов рублей. Балаковская АЭС 20 с лишним миллионов также выделила на приобретение оборудования и СИЗов. Поэтому, конечно, без этого мы бы, наверное, и не открылись. Продолжение следует...